Первого класса любимое стихотворение было. День 7 ноября, красный день календаря. Город пестрит красным. В Петрозаводске отметили 96-ю годовщину Великого Октября. Субботник – дело добровольное, но общественники попросили оплатить проделанную работу на трассе Фонтаны. К нам едет легендарный Наив уже в это воскресенье в клубе «Даскапитал». Это новости на телеканале «Ника плюс» в студии Марина Кабатюк. Здравствуйте! Сегодня коммунисты перекрыли движение в центре Петрозаводска. Они отмечали 96-ю годовщину Великого Октября. На улице вышли несколько сотен человек. Ефим Овчинников наблюдал за горожанами с красными флагами и транспарантами. Площадь Ленина сегодня словно раскрасили. Сотни коммунистов, цветы к ногам гранитного вождя, призывы хранить вечные ценности. Да здравствует единство, честность, правдивость. Они называют себя оппозицией, а потому, конечно, ругают власть. Обвиняя ее в бездействии, коррупции и причина народной нищеты, по мнению коммунистов, те, кто сегодня стоят у руля. Власть практически не справляется с теми задачами, которые на нее возлагаются на сегодняшний день. Это можно судить и по бюджетам, и по умиранию производств. Они же у нас в республике в основном все экспортно направлены. То есть мировой рынок нам диктует те условия. Я еще год назад писал, что власть обманывает людей. А чтобы заявить о себе как можно громче, шествие под гром оркестра. Музыка Это праздник самый лучший был для нас. И весь народ ведь праздновал это. Мы после демонстрации сразу шли коллективно за стол. И такие веселые праздники были. Просто поразительные. С первого класса любимое стихотворение было. День 7 ноября, красный день календаря. За шествием в честь годовщины Великого Октября наблюдали зеваки. У многих в руках мобильные телефоны, камеры, без видео для истории и интернета. Теперь никуда. Пользователи всемирной паутины, кстати, по-своему отметили 7 ноября. Массу просмотров сегодня собрал ролик, где коммунисты возлагают цветы к памятнику Владимиру Ленину. Непогода и ошибки в проекте мешают собравшимся. Но коммунистов не сломишь. Гвозди бы делать из этих людей. У нас ничего подобного. У пользователей на видео только лишь яркое шествие. У коммунистов приподнятое настроение и под занавес протестный пикет на площади Кирова. Ефим Овчинников, Евгений Евдокимов. Телеканал Ника+. Субботник для коммунистов всегда был праздником. Шли добровольно и с улыбкой. А сегодня общественники потребовали денег за уборку на фонтанах. Напомним, любители лыжных прогулок провели двухдневный субботник на Народной лыжне. Но, увы, денег они не получат. Субботник – вещь добровольная. Участие в нем безвозмездное, а потому никаких прямых выплат. Субботник есть субботник. И субботник – самое главное, что дело добровольное. И большинство людей пришли на него не для того, чтобы получить деньги за эту работу, а для того, чтобы была возможность кататься. Другое дело, что мы получили, даже я посчитал некую сумму, сколько бы горожане заработали на этом субботнике. Ну, она порядка около 70 тысяч. Инициатор проведения субботника – представитель городского центра спорта Андрей Сандальнев. Рассказал, что все участники субботника будут вознаграждены, но не деньгами, а некими бонусами во время грядущего зимнего фестиваля лыжного спорта. Ну и не злоупотребляя субботниками, поваленные в городе деревья администрация уберет самостоятельно. Последствия ноябрьской непогоды ликвидируют к декабрю. Все контракты подписаны, работы по ним уже начались. В подрядную организацию, победившую в аукционе, уже направлены заявки от администрации на уборку упавших елей на Торнево и Вытигорском шоссе, Липно-Чернышевского и Левашовском бульваре, Черемухи у детского сада на проспекте Невского и Березы на улице Пробной. Заместитель министра транспорта Николай Асаул заявил о готовности Минтранса России помочь в реконструкции Гоголевского моста. Накануне после заседания Госкомиссии федеральным министрам показали ряд объектов, которые предполагается либо построить, либо отремонтировать к столетию Карелии. Представляя объект заместителю министра транспорта Николая Асаулу, Олег Тельнов рассказал, что мост – важный, стратегический для Петрозаводска проект. Сейчас идет подготовка к его реализации. Проект направлен на экспертизу. Ориентировочно срок строительства путепровода составит 26 месяцев. К подготовительному этапу должны приступить уже в 2014 году, когда начнутся работы по расселению и сносу восьми аварийных домов. Это 56 квартир. Новый мост будет железобетонный. Планируется четырехполосное движение и пешеходные тротуары. Приблизительная стоимость проекта – полтора миллиарда рублей. Из городского бюджета предусмотрено софинансирование работ в размере 25 миллионов. Большую сумму город позволить себе не может, заявила накануне на заседании госкомиссии мэр Петрозаводска Галина Шершина. Это новости телеканала Ника+. Мы продолжаем. Декан ЮРФАКа ПетрГУ Сергей Чернов предлагает убрать из школьной программы общество знания. По мнению руководителя факультета, этот предмет следует заменить на основы права. В российских школах не учат основам права. Об этом Сергей Чернов заявил на конференции, посвященной 20-летию российской конституции. Предмет общества знания декан ЮРФАКа назвал аморфным. Ему на замену он предложил ввести основы права. Этот вопрос, считает профессор, является государственным и поэтому должен быть поднят перед президентом страны. Как заявил декан ЮРФАКа, важность предмета основы права стоит учесть также при составлении программы единого госэкзамена. Стоит заметить, на сегодняшний день общество знания – самый популярный предмет у школьников, сдающих ЕГЭ. Поставить вопрос перед президентом об изменении упражнения такого предмета в школе, какого, можно сказать, аморфного, ничего не дающего школьникам общество знания и снова ввести преподавание основ права в школе и соответствующим образом отложить единый государственный экзамен. Уже в это воскресенье на сцене клуба «Дас Капитал» выступит легендарный «Наив». После пятилетнего молчания музыканты отправились в большой тур по стране. И Петрозаводск стал одним из первых городов, куда по приглашению нашего радио и организаторов фестиваля «Воздух» приедут легендарные рокеры. Петрозаводск Когда я перестану пить Совершенно Все скажут, как же он хорош Какая милашка Как мы могли не замечать Не обращали внимания Он так и здорово похож Так лучше, чем урашка День моего детства не оздоровилась Оно болит, но почему до сих пор Скучит Себе идет Так как не милость И с головою продолжает спор Что ли нам все беретет Нет ни счастья, ни любви Даже радости простой Не может замутить Что ли в роде от земли Что ли родина земля Что нам делать, как раз мы Всем привет, друзья Привет, Карелия Привет, Петрозаводск Я Чача Я зовут Дима Снейк Меня зовут Валерий Аркадьев Здесь Николай Богданов И вместе мы в группу «Наив» Увидимся 10 ноября Дэнда Даскапитал В честь 25-летия группы «Наив» Все ждем Заходите Потанцируем Привет, Снейк Хотите узнать, что мужчинам нравится А что раздражает в девушках И как они обольщают красоток Тогда дождитесь окончания рекламы Сразу после которой Новый выпуск программы «Трэнди-брэнди» Не переключайтесь А я Марина Кабатюк С вами прощаюсь Всего вам доброго Берегите себя Читайте в свежем номере Газеты Петрозаводск Бюджет 2014 Держат в тайне Неужели в городе Все так плохо с финансами Городские чиновники Летают в Майами За бюджетный счет Бывший заместитель мэра Евгений Фрейдин Незаконно получил компенсацию За поездку в США Чем опасна кредитка за границей Советы путешественнику От Национального банка России По Карелии А также самые интересные Городские новости Полная программа телепередач И прогноз погоды Все это в свежем номере Газеты Петрозаводск Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова